В отличие от актрис своего времени, Сарика любит простоту. Она заходит в кофейню без макияжа, с хвостиком на голове, одетая в простую хлопчатобумажную курту. Ее личная жизнь была намного сложнее. Родители расстались, когда Сарика была очень маленькой. Ее не отдали в школу, потому что с 4 лет она начала работать и приносить доход семье. В 21 она ушла из дома своей матери без денег и одежды. 6 дней ночевала в своей машине, размышляя, что делать с ее жизнью. В 28 лет она вышла замуж за суперзвезду Камала Хасана и перестала играть. В 43 ушла от него и переехала в Мумбаи со своими дочерьми Шрути и Акшарой. И снова начала актерскую карьеру. В интервью изданию Redif она рассказывает о правилах, по которым живет, и своей необычной жизни. Сарика, вы начали карьеру в 4 года. Вам нравилось работать в кино? Моим первым фильмом был Хамраз. Я много играла мальчиков, в основном моих героев звали Сурадж. Это было глубокое детство, и я еще не понимала, нравится мне это или нет. Просто делала работу и шла домой. Честно говоря, у меня просто не было выбора. В школу меня не отдавали, вместо этого беспрерывно таскали по съемочным площадкам. Сейчас я понимаю, что это было неправильно. Но стараюсь везде искать плюсы. Индустрия многое мне дала. Стала моей семьей. И дала то, что я сейчас имею. Думаю, ничего из этого не случилось бы, приди я в кино лет в 20. Посмотрите на людей, с которыми я работала. Если честно, такой богатый опыт не получить даже в самом лучшем университете мира. После того, как вы вышли замуж, то бросили сниматься в кино и стали художником по костюмам. Как вы на это решились? По двум причинам. Я снималась с самого детства и просто устала. Настолько, что уже не было сил. И вторая причина. Я очень простой человек. Не люблю краситься, красиво одеваться и так далее. А актрисе всегда нужно быть при параде. Это часть профессии. Когда ты технический персонал, то можно не заморачиваться по мелочам. Думаю, что всегда хотела начать делать что-то другое. К счастью, жизнь дала мне этот шанс. Когда у тебя есть дети, легче работать техником. Я хотела больше времени проводить с детьми. Но и о работе не забывать. В общем, работать не в ущерб семье. Сарика. Вы приложили много усилий, чтобы заботиться о детях. Это из-за собственного опыта? Неудачный брак родителей и работа с раннего детства? Нет, не обязательно иметь горький собственный опыт, чтобы понять, насколько близки и дороги отношения в семье. Сейчас мои дочери нашли свои пути, можно сказать, пристроились в жизни. И мой основной долг в какой-то степени выполнен. Теперь я могу немного расслабиться. Вы ушли из дома в 21, затем сделали это в 43, когда покинули Чинай и переехали в Мумбаи. Это не то же самое. Это было совсем по-другому и намного сложнее. У меня не было двух детей, и на тот момент я не могла оставаться в машине 6 дней, смеется Сарика. Но да, это похоже на жизнь с нуля. Как будто перезапустить все заново. Заботиться о двух детях и быть матерью-одиночкой было очень сложно. Но ты справляешься. А у вас есть страсть в жизни, дело, которым хотелось бы заниматься? Да, я хотела бы быть звукооператором. На меня очень сильно повлияло знакомство с замечательным человеком, мастером работы со звуком С.К. Шревоставой. Я сделала с ним пару фильмов. Он рассказал мне о синхронизации звука. В те дни у нас никто не знал, что это такое. Конечно, я работала художником по костюмам и сделала все возможное. Даже получила национальную премию за фильм «Дыхание времени». Но все равно это не мое. Не лежит душа. Актерской профессией снова пришлось заняться, потому что платили хорошо и нужны были деньги. Так как когда я ушла от мужа, у меня даже счета в банке не было. А вот звук – это то, к чему я бы хотела вернуться. Если мне перестанут предлагать роли, я сделаю что-нибудь еще. Мне нравится непредсказуемость моей карьеры. Это делает меня счастливой.